Творческий полет длиною в пять лет. Ненецкая фольклорная группа «Ханептё», что в переводе означает «сова», отметила свой первый юбилей. Во Дворец Арктика поздравить хранителей ненецкой культуры пришли поклонники самодеятельного театра и любителей национальной культуры. Артисты «Ханептё» исполнили для гостей эпические ненецкие песни, показали фольклорные инсценировки. А еще в программе юбилейной встречи состоялась премьера фильмов-спектаклей. Их посмотрела и наша съемочная группа. Артисты «Ханептё» показывают зрителям видеоспектакль на ненецком языке «Хэкур» по мотивам пьесы Матрёны Талеевой. Такой новый формат творчества, аудиовидеофиксации коллектив «Ханептё» создал с целью сохранения ненецкого фольклора. Всего на юбилейной встрече было представлено пять таких фильмов-спектаклей «Хитрый заяц», «Пришелец», «Украденная песня», «Хэкур» и «Новое солнце». Которые потом пригодятся для того, чтобы изучать язык, и пропагандировать язык, и вплоть до того, что нынешнее современное, что у нас требуется развитие сферы туризма в округе. Но вы ими как актёрами довольны, и справились со своей задачей? Конечно, для уровня этого пока достаточно. Ну, а, конечно, надо работать, работать, двигаться дальше. По словам режиссёра «Ханептё», Сергей Никулина особенно доволен он остался работой своих самых маленьких артистов. Пятилетний Мирон и исполнительница главной роли в видеоспектакле «Хэкур», «Восьмилетняя Пелагея», «Родные брат и сестра». Сюда их привели родители, которые сами играют в этом коллективе уже более трёх лет. Людмила Алексеевна нас как-то увидела, пригласила на одно из мероприятий, и после этого как-то само пошло, что мы уже влились в коллектив. Насколько я знаю, дети вас не говорили на ненецком языке, да, когда пришли? Сейчас говорят? Сейчас говорят, да. Они говорят в школе, они говорят в садике. Благодаря тому, что стали участвовать, да? У них появилась дома такая игра, они между собой обсуждают, кто сколько знает родных ненецких слов, то есть как бы запоминают, приходят домой и начинают они фразы какие-то, вспоминают из текстов других актёров. Действительно, у других актёров в театрах «Аниптё» есть чему поучиться. Кроме владения родным языком, на сцене они воссоздают уникальные отрывки из древних ненецких эпических песен, показывают бытовые сцены из жизни тундровиков, инсценируют обряды и национальные игры. Не оставляя при этом равнодушным ни одного зрителя. Люди реагируют, конечно, великолепно, потому что на немецком языке. Они просто удивляются, и загадки мы задаём, и сценки делаем, и поём. И что интересно, после концерта некоторые начинают сами подпевать. И не только подпевают «Чего только стоит» выступления в 2012 году на Международном фестивале эпической культуры в Республике Карелия, а также в Норвегии и Финляндии. В зале был полный аншлаг, а после дебюта нашим артистам зрители аплодировали стоя. Вот и на юбилейной встрече вновь прозвучали громкие овации. А участники фольклорной группы пообещали вновь порадовать своих поклонников новыми фильмами на ненецком языке. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.